400 километров в дождь, штормы в град. Сегодня участники шлюпочного агитпохода курсом победы вернулись в Новосибирск. Кадеты добрались до камня на Аби. По пути останавливались в деревнях, помогали пенсионерам, ремонтировали памятники и проводили уроки безопасности на воде. Подробнее в нашем следующем сюжете. На причале друзья и родители. Оксана Юнчук встречает сына Сашу с морским флагом. Команду из дальнего плавания ждет с самого утра, три недели, без сотовой связи и социальных сетей. Выйти на связь было невозможно. Не видеть своего ребенка это очень эмоционально тяжело. Поэтому, конечно, мы очень волнуемся, очень ждем. И слава богу, что все закончилось. Хорошо, удачно. За время путешествия участники шлюпочного похода добрались до камня на Аби. По пути останавливались в деревнях, помогали пенсионерам и ремонтировали памятники. Поход посвящен победе в Великой Отечественной войне и собрал рекордное количество участников. 60 кадетов вместе с командирами. 20 лет такого не было. И в этом году это не просто случайное совпадение. Это плод многолетних трудов. Во время путешествия без приключений не обошлось. Пережили несколько штормов. Были сильные ветра и был замечательный град. Такой, что мы прятались под парусом в течение, наверное, минут десяти. А он долбился сверху по головам. Родителям о трудностях в море дети рассказывать не спешат. Отвечают, все хорошо. Песни не давали заскучать. Когда скучно, экипаж устает. Когда поешь, становится как-то легче. Юных кадетов родители встречают угощениями. Спешат быстрее накормить, чтобы на сытый желудок поделились правдивыми впечатлениями. Андрей Баев, Юрий Мясников, Евгений Агеев. Новости ОТС.